Женщин, которые выехали за границу с началом войны в Украине И 70% моих клиентов это как раз мужчины, которые как нормальные, порядочные, достойные мужчины С началом войны вывезли своих жен, детей, девушек за границу в безопасное место Так вот, 7 женщин из 10 побросали мужей, парней, позаводили себе поляков, испанцев, немцев Поразваливали отношения Это трагедия нашего времени Что с этим миром, что с женщинами в нашем мире творится Я лично думаю, тут две вещи происходят Первое, у этих 70% женщин, про которых говорит парень, и до войны были проблемы с их мужчинами И Европа, вот этот переезд, просто послужил триггером Прости меня, пожалуйста, я никогда тебя не любила Все, появилась смелость, новые обстоятельства, и они решили уйти А второе, это мое субъективное мнение, я его никому не навязываю Судя по видео, а парень говорит про украинских женщин в первую очередь Многие из них просто не понимают, ради чего они должны подвергать риску себя, своих детей, вот так разрывать семьи Нету этой идеологии, понимаете? То, что сейчас в Украине прикрывается войной, а тем не менее люди просто уничтожаются Низкими заработными платами, отсутствием медицины И поэтому люди ищут пути выхода, ищут возможность, по большому счету, просто выжить и уберечь себя и своих детей То есть я хочу сказать, что в Украине люди свыклись Не просто свыклись, они привыкли, они считают, что это норма Они считают, что это вообще даже не представляют другого Вы понимаете? Просто трясутся за вот этот маленький, мизерный, скотский образ жизни Поэтому насколько вот кто со стороны имеет даже моральное право осуждать этих женщин, я не знаю Я точно не осуждаю Ситуация очень сложная, непростая и всегда у всех все индивидуально Но парень говорит, что он консультирует очень много мужчин И вот по его статистике И 70% моих клиентов это как раз мужчины 7 из 10 женщин, которые эти мужчины отправили в Европу, в безопасные места Они их бросили Если это так, если он говорит правду, то тогда это говорит о многом И люди в страхе, в войне, они окончательно вообще рады просто, что влачат существование Я не говорю про депутатов и каких-то киевских там прихлебателей при власти Которые там имеют какие-то бизнесы и работают на тех, кто рядом в кормушке Я говорю про обычных людей Новостные каналы, кто угодно может говорить все, что угодно Какую-либо угодно пропаганду о том, что народ там верит Там такая общая какая-то идея А вот семьи, семьи говорят, получается, чуть-чуть о другом По крайней мере 70% Сейчас в Украине создалась такая ситуация, что любой человек, который против того, что происходит Хоть чуть-чуть, все, он объявляется пророссийцам и врагом Вот это страшно Это на самом деле сейчас страшно, потому что под это будет вороваться и еще больше ухудшаться ситуация Но в реальной жизни получается, что вот 70% этих жен, видя реальную картину, слушая разговоры своих мужей Их какие-то, может быть, мысли, обратную связь от того, что происходит, где они служат Просто говорят, знаешь что, дорогой, да иди ты со своей войной Я лучше буду беречь себя и своих детей Мне вся эта идеология не нужна Люди являются людьми, но чтобы они научились понимать, что чего они достойны И гнать в шею этих тварей, которые убивают и обворовывают наших украинцев Просто, просто уничтожают год за годом И до войны это, я не говорю про войну вообще сейчас Просто уничтожают Потому что когда человек верит, то он обычно преодолевает все невзгоды, трудности И поступает в соответствии со своей верой А здесь что-то не клеится И вот эта орущая публика в Фейсбуке В Украине лучше, чем в Европе В Украине лучше, чем в Европе, потому что пипстрижки лучше, губы качают лучше и когти Неужели это важно? У вас умирают старики У вас умирают дети СМА, которых не лечат У вас люди стали попрошайками, потому что нет медицины И собирают через Фейсбук, Инстаграм и хоронят своих детей Да потому что люди же не глупые Они смотрят вокруг, читают тоже новости Видят самые разные вещи в той же Европе Думают о своем будущем, о будущем своих детей И просто, наверное, не видят его в тех реалиях И поэтому и движутся в Европу Но крадет у вас не Путин, а крадут эти уроды Которые циркачески, клоунадой сменивают друг друга Как марионетки под олигархами, блядь И просто воруют ваши деньги И может быть здесь даже Европы ни при чем Это может быть не за год в жизни в Европе они приняли такое решение А просто за год Вот прошел год И наступает разочарование, люди не понимают Что дальше-то, к чему это все идет В нашей Украине сейчас принято только говорить о враге И наш народ продолжает обворовывать дальше И вот, находясь в Европе, начинают думать, что делать Вот и все, это просто такие совпадения Это не Европа виновата даже Бабло, которое будет на восстановление выделяться Оно будет опять гербаниться этими же ублюдками Просто за год, знаете, у людей встают мозги вот в какое-то такое адекватное русло Они задают вопросы, ответов не получают И думают, да ну вас всех Я буду строить свою жизнь и жизнь своих детей Вот и все То, что я увезла своих детей И она слушает, что мы не украинцы, украинцы в Украине Понимаете, вы здоровья своим детям и жизни не вернете То есть это вам вливают в уши эти арестовичи, будановы, хуйдановы, пидороздановы Вот это все дерьмо Потому что им нужен скот Им нужен просто скот Они наняты, они получают бабло за это Чтобы вас удерживать живым щитом Все просто хотят мира Кстати, если вы думаете, где я тут хожу Это Массандровский парк Ялта Здесь прекрасная погода Вот сейчас середина октября 22 градуса, люди там купаются Солнце Мира люди хотят, мира Поэтому вот так Здесь не нужно обвинять женщин Быть мишенью и за бабло этих уродов не стоит Вот понимаете, вам ни один блогер этого не скажет Потому что, во-первых, им не платят Им платят за другое Им платят, чтобы они свою душу продавали за эти бабки И врали людям, а люди будут гибнуть Люди думают, анализируют И строят свою жизнь так, как они хотят Сначала стресс А потом, после года, вот осознание реальности И человек задает вопрос Нафиг мне все это надо, я хочу жить Я хочу строить жизнь И вот дети тут бегают Вся эта идеология До сих пор нашей страной правят люди, которые нашу страну не любят А только разворовывают и уничтожают Вот я хочу это сказать Прожив полтора года в Европе Поняв и увидев воочию, как живут цивилизованные люди Я всем украинцам желаю также научиться это делать И это сейчас не связано с соседом и с войной Поэтому народ сколько угодно можно обвинять Вот как этот парень украинский обвиняет украинских женщин Это трагедия нашего времени Что с этим миром, что с женщинами в нашем мире творится Наезжают на них Мне кажется, украинские женщины, самые обычные женщины Такие же, как и в России, Белоруссии, Казахстане Все женщины прекрасны Как сказал поэт Все прекрасны, все красивы Не знаю, насколько их стоит обвинять Вот такая реальность Вот такая жизнь И люди хотят жить, люди хотят мира Люди хотят будущего Так что народ Всем удачи и мирного неба над головой